МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно 5 октября страна чествует педагогов. Праздничный концерт в честь Дня учителя и церемонию награждения состоялись в городском Доме культуры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаются работы по благоустройству города. Специалисты предприятия «Баранович и Ремстрой» ведут работу на улице новаторов. В городском Доме культуры идет замена старых витражных окон на новые энергосберегающие. Закончить работы планируется в конце недели. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». В соответствии с распоряжением Баранического горисполкома с 5 октября тепло начнет поступать в жилой фонд, общежитие и гостиницы. Напомним, пуск поэтапный завершится в Барановичах 9 октября. Для рационального расхода топлива при дневной температуре наружного воздуха выше 8 градусов будет применяться режим протапливания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно в первое воскресенье октября страна чествует педагогов. Работники образования Барановичи – это гордость города и опора. Итоги участия наших учащихся на международных конкурсах и олимпиадах доказывают высокое качество подготовки. Сегодня в городе делается все для создания благоприятных условий, организации учебного и воспитательного процессов. Строятся новые детские сады, обновляются школы. Праздничный концерт в честь Дня учителя и церемонию награждения состоялись в городском Доме культуры. День учителя – один из самых трогательных праздников. День всех, кто ценит и уважает труд педагога, наставника подрастающего поколения. В Барановичах прошло торжество, посвященное Дню учителя. Праздничный концерт и церемония награждения состоялись в городском Доме культуры. Педагогам были вручены заслуженные награды городского, областного и республиканского уровня. Учительство без преувеличения искусства. Это труд не менее творческий, чем труд писателя или композитора, но более сложный и ответственный, потому что учитель обращается к душе человечества напрямую, воспитывает свою личность, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру. Наши педагоги – это гордость Барановичей и опора. Своим трудом они ежедневно закладывают будущее не только города, но и страны. Вопросом образования в Барановичах уделяется колоссальное внимание. Многое делается по развитию учебно-методической базы школ, созданию комфортных условий для учебы и преподавания. Итоги участия наших учащихся в международных конкурсах и олимпиадах доказывают высокое качество подготовки. «Хочу сказать огромное спасибо всем, кто не только находится в этом зале, но и сейчас ведет уроки, занимается с нашими детьми, все доброе, разумное и вечное. Я хочу сказать, что городской совет очень внимательно отслеживает и всегда знает и ценит те успехи, которых добивается наш город, наше образование, наши школы, детские сады, наши центры дополнительного образования». Сегодня 16 учителей города награждены премией специального фонда президента Республики Беларусь. 83% педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию, а в учреждениях общего среднего образования трудится 10 преподавателей-методистов. «Дорогие друзья, в преддверии нашего профессионального праздника позвольте поздравить вас и пожелать всего самого-самого наилучшего. Пусть небо над вами всегда будет чистым, пусть дома вас всегда ждут любящие и ценящие вас люди, пусть вас всегда уважают коллеги, ценят друзья, и пусть все у вас будет хорошо. С праздником!» Праздничное мероприятие продолжилось выступлением белорусского певца нашего земляка Никиты Фоминых, заслуженной артистки Республики Беларусь Алены Ланской и лауреата международных конкурсов аккордеониста Михаила Горбача. Уважаемые телезрители! Нотариальные конторы города и Баранческого района информируют граждан о проведении акции. 12 октября – день бесплатного консультирования, приуроченный ко Дню матери. В рамках акции будет осуществляться бесплатное консультирование граждан, обратившихся за получением консультации по вопросам совершения нотариальных действий. В Барановичах продолжается благоустройство города. Накануне новый тротуар появился в районе улицы Тельмана. Он берет начало от улицы Розы-Люксембург до Несвежского перекрестка. Протяженность асфальтной пешеходной дорожки – 710 метров. Предназначен тротуар для пешеходов и велосипедистов. Тему продолжит следующий сюжет. Улица Новаторов стала очередным объектом благоустройства в городе. Работу ведет предприятие «Баранович и Ремстрой». Вначале дорожники убрали старые бордюры, сейчас устанавливают новые. Затем настанет очередь для асфальтирования. Кроме того, напротив дома парковой 11 за магазином «Солнечный» появится стоянка для автомобилей. Сейчас идут работы по ее созданию, чтобы автолюбители не парковали свои машины среди деревьев. Реконструкция улицы позволит создать оптимальное условие. для жителей микрорайона. Средства для благоустройства этой улицы выделены из городского бюджета. В текущем году предприятие «Баранович и Ремстрой» планировало выполнить ремонт и благоустройство более 10 тысяч метров квадратных тротуаров, 30 тысяч метров квадратных ямочного ремонта уличной дорожной сети, почти 20 тысяч сплошного асфальтирования таких улиц, как Минская, Фабричная, Мицкевич и Озерная. Уважаемые телезрители, известный в нашем городе автор Лариса Антонова завершила работу над подготовкой серии книг «Уроки жизни». Это три книги, они участвуют в конкурсе социальных проектов «Сошел Викенд». Народное голосование определяет победителей в конкурсе проектов с 3 по 7 октября. Поддержать проект можно, отправив смс-сообщение по телефону на номер 77-55. Текст сообщения номер проекта 21-35. СМС-платное в пределах 1 рубля. В городском Доме культуры идет замена старых витражных окон на новое энергосберегающее. Закончить работу планируется к концу этой недели. Деньги на реконструкцию выделены из городского бюджета. Подробнее в следующем материале выпуска. В городском Доме культуры идет замена старых витражей на новое энергосберегающее. Они намного практичнее и долговечнее прежних. Уже сегодня горожане могут наблюдать, как улучшился эстетичный вид здания. Светлые оконные рамы сразу бросаются в глаза. Невозможно не отметить и удобства в уходе за ними. Этого события сотрудники учреждения ждали довольно долго. С 1968 года постройки этого здания здесь не проводилось ни одного капитального ремонта. Нас привела необходимость произвести замену центрального витража в связи с большими теплопотерями. В первую очередь эстетический вид придать городскому Дому культуры. Хотелось бы сделать более комфортно. В последние годы городские власти особое внимание уделяют благоустройству нашего города. Также очаг культуры должен выглядеть достойно и на высоком уровне. Фронт работ у строителей займет чуть больше 10 дней. Демонтаж старых оконных блоков был начат на прошлой неделе. А уже в конце это витражи будут полностью установлены. Средства на остекление выделены из городского бюджета. С 20 октября по 13 ноября на автостоянке у Ледового дворца ежедневно с 8 до 18 часов проходит сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени». Принять участие в ярмарке приглашаются фермерские хозяйства, сельхозпроизводители, индивидуальные предприниматели. Эту информацию мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.